Это мама пришла из церкви, вот в таком наряде. Так мы ходим в церковь, вернее мама ходит. Повернись, мам. Так, сбоку, еще спиной. Вот, красота неимоверная. Все, поворачивайся. Все. Все? Да. Доброго времени суток всем, кто заглянул на мой канал. Сегодня я хочу вам показать работы, две работы, которые я связала еще до создания канала. Давно они лежат, хочется показать. Но единственное, плохо, что я не могла вот этот цвет показать. Сейчас он почти, почти. Немножечко он темнее и поэтому благороднее. Он называется императорский. Можете его назвать ежевика. Вот кому ближе этот цвет ежевика. Эта кофта, и я так раньше назвала, ах, стоять, падает моя Александра. Да что ж такое. Тяжелая, наверное, кофточка, поэтому перевешивает. Хочу показать, что она с рукавом, видите, с длинным рукавом кофта, крючком связана. И это кофточка для мамы. Мне до того понравился этот цвет. Вот такой он темный. Приходится обманывать камеру, чтобы показать. Вот такой он темный. Чтобы изменить цвет, нужно в кадр внести еще что-то другого цвета. И тогда будет, возможно, натуральный. С руки снимаю, извините, если трясется. Тяжело уже. Так. Вот такая кофточка. Сама импровизировала, как могла. Вязала давно. Узоры элементарные. Три столбика с накидом, воздушная петля, три столбика с накидом. Между ними столбик с накидом. Вот чередуются такие ряды. Еще здесь вот столбики с накидом сплошь. Потом сеточка. Это столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И дальше опять столбики с накидом. А дальше другой узор. Это узор, ну, петчворк крючком, можно так назвать. Его и чередуются дальше. В общем, просто, элементарно. Пуговицы большие. Почему большие пуговицы? Потому что пожилой человек. Пожилому человеку мелкие пуговицы трудно застегивать. Согласитесь, да? Пуговицы большие здесь. Обвязка тоже самая волнистая, ракушечками. И очень мне нравится. То, что я сотворила когда-то. Кофточка связана регланом сверху. Регланная линия. По-моему... Уж не разберу здесь. Два столбика с накидом или три столбика с накидом. Не важно. Кофточка длинная. Спинка такая же, как и перед. Ничего такого не придумывала. Вязала и вязала. И на маме хорошо сидит. И мне очень нравится. И вязала я ее, по-моему, в три ниточки. Да, сейчас. А то упадет моя Александра. Так. Каким крючком я вязала, не помню. Держу, чтобы цвет видно было. Каким крючком вязала, не помню. Но помню, что в три ниточки. Кстати, это белорусская полушерсть называется. Ну, там 30% шерсть и остальное. ПА или ПАН. Я не знаю, что такое. Белорусская. То ли пинская, то ли из... Не помню. Не помню чью, но помню, что очень красиво. В общем, пряжа нежная. Конечно, со временем она уже немножечко скатывается, но катышек не видно. Катышек совсем не видно. Просто, в общем-то, выглядит хорошо. Я скажу. Это мне видно, что там где-то не то. Но на самом деле выглядит хорошо. Носилась часто. Хорошо. Вот. Такая красота. Все, пришли дети шуметь. И я купила... Я не видела, что осталось еще достаточно, чтобы связать вот такой же кардиган от бобинки. И я купила еще, по-моему, 500 грамм. В общем, мне сейчас достаточно на 2 или 3 кардигана вот этой пряжи. И очень хочу из нее еще что-то связать. Обвязка, как всегда, обвязка моя фирменная. Это веерочки. Многие так обвязывают. Планочка. Столбики с накидом. А веерочки здесь вот завернулись просто. Мама долго носит эту кофточку. Давно. Вот. Так что вот такая обвязка тоже. Разрезы для пуговок очень легко здесь делать. А не просто петельки пропускаешь и все. Ну, такая вот красота. Сложно показать цвет. И теряется вся красота вот этого изделия просто. И вторая моя работа, которую я вязала до создания канала. Вот сейчас цвет передает. Темно-зеленый, болотный такой цвет. Я видела такую кофточку. Помню, что здесь были белые цветы, а основной не помню. В общем, я по памяти связала то, что хотелось мне. Вот так оно выглядит. Цветы идут, можно сказать, подсолнухи или ромашки какие-то по кругу. Вот так красиво. Мотивы. Мотивы соединяла по ходу вязания. Они разные. Чем здесь однотонные, а здесь вот такой желтенький цвет. В общем, цветочками. Можно такой... Это связана кофта из чистого акрила. В три нитки. Бобиный акрил. Тогда он мне был доступен. Сейчас я могу позволить себе более дорогую пряжу. Более хорошую. В плане, что она у меня уже есть. Новую покупать я не буду. А вот есть у меня пряжа хорошего состава, из которой можно связать. Но я думаю, что эту кофточку можно связать из хлопка. Летняя кофта. Поэтому я и показываю. Вот такой вот интересный вариант кофточки. Просто и интересная. Ну и обвязка. Обвязка обычно столбики без накида. Здесь тоже столбики без накида. И веерочки. Любимые мои веерочки. Вот. Мотив поближе. Попробую показать вам на... Ну поближе потом положу, разложу под камеру. И покажу. Если кого-то заинтересовали вот именно этот мотив, вы его, если не найдете в интернете, я постараюсь восстановить. Пишите мне комментарии. Я постараюсь восстановить мотив, как он вяжется. Вот. И эта кофточка поближе. Вот так выглядят мотивы. Не передает цвет. Вот серый. На самом деле это темно-зеленый. Очень красивый темно-зеленый. Так. Чтобы положить, может быть, когда кладешь какую-то вещь, цвет меняется. Вот сейчас, ну, более-менее похож. Ну, мотивы, значит. Темно-зеленый. Мотивы. Так как вязала давно, то я уже не знаю, где я брала эти мотивы, но вполне можно... Можно их вот так вот посмотреть и как они выглядят. И переделать. Вот так выглядит кофточка сзади. Опять же, хотите, называйте кардиган, хотите, называйте кофточкой. Для меня это кофточка на застежках. Опять длинная, такая удлиненная, не коротенькая. И вот мотивы поближе. Их видно хорошо. Если кто-то умеет вязать вот с картинки, то делайте скрин и, пожалуйста, вяжите. Вот сейчас видно хорошо. Вот так видно цвет. Цвет вот такой вот. Вот такой красивый. Он не бутылочный, он именно зеленый, болотный. Да. Все-таки я вижу другой немножко цвет. Но он вот такой темный. Вот. Рисунок солнышка вы видели или подсолнушки только идут попереду. Сзади их нет. Ну, как она связана более подробно, если кому-то будет интересно, я поближе потом покажу. Хотя вот мотив, вот мотив и вот мотив идет, да. И на плечо я пустила два мотива, то есть они повыше. Вот. И это и есть вырез получается. Вырез квадратный. А на плечо идет один мотив спереди и один мотив вот здесь, сзади. И это делает подъем плечу. А сзади я не делала. Сзади только за счет обвязки. В общем, нормально все. Как это сказать? Никакой проймы сзади нет. Так как это мотивы, соединенные мотивы просто крючком немножко меньше обвязки, чем впереди. Ну, за счет выреза, который есть впереди, сзади хороший-хороший росток. В общем, кофточка вполне приличная. Я уже сказала, вот мотивы идут по полочке внизу и по полочке вверх. Все. Если вязать такую кофточку из хлопка, надо об этом подумать. Из хлопка связать. Будет очень даже классно. Ну вот, сегодня все. На сегодня все. Больше мне пока нечего показывать. Я старые работы других пока, по крайней мере, не откопала. Все пораздавала. Если что-то появится, я еще буду вам показывать. И спасибо за то, что посмотрели, послушали меня. Ставьте пальчик вверх. Кто не подписан, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить оповещения о моих видео новых. И всем всего самого-самого хорошего. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok